Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги Лавкина Игнатий Тихонович, открытым оком, том 8. Единство Духа. К Ефесянам, 4 глава, 3 стих. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. К чему призывают апостолы? К вожделянному единству. На сегодняшний день это тот момент, когда люди выбирают тех, кто будет их представлять. Маленькие партии объявляют себя неспособными что-то решить. Объединяются, кое-что в своей программе меняют, чтобы найти общее. Но это общее обязательно должно входить в какие-то рамки. Эти рамки называются стенами. То есть нужно войти в один дом. К этому единство нас и гонят. Апостол Павел показывает, чем ограничено это единство. И перечисляет. Одна вера, одно крещение. Все, что он перечислил, это как раз то, что показывает ограничение, за которое не надо выходить. Мы очень часто читаем 50-й псалом. Я нахожу, что 50-й псалом – это самое читаемое произведение в мире. Почему? Потому что сегодня статистика показывает, ни одна книга в мире близко не подходит по ретиражу к Библии. Есть такие, которые изданы на 120 языках. А Библия издана на 2050 языках мира. Кроме того, книги издают всего лишь несколько раз. И не такими уж большими тиражами. Библия переиздается, и новые переводы Библии появляются. И только Новый Завет, и отдельные Евангелия. Практически нет ни одной нации в мире, на язык которой не было бы переведено Евангелие. Если нет азбуки, нет письменности, едут туда люди, которые, как Кирилл и Мефодий, для этой нации придумывают, изобретают алфавит и переводят. Самая читаемая книга не Евангелие, а Псалтырь. Евангелие дано для научения. Псалтырь и для научения, и для молитвы. Из всех псалмов самый читаемый Псалом 50-й. Он вышел благодаря Давиду, когда тот совершил два смертных греха. Что грех делает с человеком? Можно было бы сказать, я больше не могу веровать. Я потерял все. Но царь и псалмопевец нашел единство с Богом через покаяние в единстве Духа. Бог судит не за грех, а за нераскаянность, когда человек начинает отчаиваться. Все, Бог меня не простит. Давид не впал в отчаяние, но взмолился. Помилуй меня, Боже. И в конце псалма говорит. Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь твой тельцов. Слово «тогда» говорит о том, что впереди что-то должно быть. Когда говорим «тогда», то вопрос сразу же возникает. Когда «тогда»? Когда Господь говорит о том, как будет страшный суд. Как в конце 24 главы Евангелия от Матфея с переходом на 25 главу начинается со слов. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам. Если 25 главу брать и читать ее в отрыве от 24, то мы не поймем, когда. Люди, которые делают этот разрыв, в начале глав и стихов не было. Они идут ложным путем. Почти все сектанты трактуют ее в отрыве от 24 главы. Поэтому они толкуют на сегодняшний день. Речь идет о страшном суде. Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды. Мы читаем это слово. А часто ли останавливаемся? Что такое жертва? Жертва приносилась Богу по нескольким видам. Это и жертва за грех, за нечистоту, за примирение. Всякие были жертвы. Здесь жертва для нас означает духовное. Жертва нашего сердца. Жертвенное служение. И впереди написано. Псалом 50 стих 20. Воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут жертвы правды. В начале нужно принять в сердце единство в союзе мира. А Иерусалим значит Иеро. Священный шалом мир. Священный мир. В союзе мира. То есть войти в эти стены. И когда Израиль возвращался после пленения, то первое, что Неми сделал, обошел вокруг города ночью. Он не хотел даже днем обходить, чтобы не видели, как он осматривает. Каждый знал свой участок и видел развалины и думал, что у других что-то получше будет. Некоторые говорят, что у нас в общине плохо, но в другой-то общине получше. Так что не делайте обобщение. Поэтому он объехал ночью со слугой и говорит, никому не говори. Везде одинаково. Неми 2 глава 13, 15, 16 стихи. И поехал я ночью через ворота долины перед источником драконовым к воротам навозным. И осмотрел я стены Иерусалима, разрушенные, и его ворота, сожженные огнем. И я поднялся назад по лощине ночью и осматривал стены. И, проехав опять воротами долины, возвратился. И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю. Ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ я до то ли ничего не открывал. Нигде не исполняют заповеди. Нигде канунов соборы не признают священники. Все развалено. Одни развалены. И вокруг враги. Из-за каждого куста стрела вокруг еретики. Все страны мира, всех еретиков напустили на Россию. Они идут лавиной. Это нельзя не остановить, не запретить. Значит, первым делом стены построить. Стены. Стен не будет. Нам нечего. Нам ничего и не сделать. Мы ни спать не сможем, ни обедать. Нас убьют. И поэтому жилища не надо. Для лошадей скотные дворы не надо ничего делать. Училища, академия, храмы, монастыри. Они неверующим архиереям не помогут. Сначала нужно восстановить стены. Когда стены будут, тогда благоугодны жертвы правды. Только тогда. Слово «тогда» говорит, когда будут стены. Вот тогда в этом союзе мира мы начнем общее. То, что нас поведет к училищам, к образованию. Демографические проблемы, говорят. Не хочу произносить это слово «проблемы». Почему-то оно претит мне неприятным. Не люблю его. Все вопросы разрешаются одни. Есть ли у нас союз мира с Богом, со Христом? Почему Павел и говорит? Второе послание Коринфянам. Пятая глава, двадцатый стих. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. У нас стен-то как раз и нет. Развалены везде. Ефрем Сирин говорит. Стены – это священство. Когда священники правильно понимают ситуацию, становятся в проломе, защищают. Вот тогда благоугодны жертвы правды. От еретиков, от нечестивых Бог ничего не принимает. От скверных не принимает. Их, наоборот, высылает за стены. Числа, пятая глава, второй стих. Выслать из стана всех прокаженных. Левитам, десятая глава, десятый стих. Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. Нас хотят сейчас без стен оставить. Объединить с нечестивыми в союзе, который требует Антихрист. Сегодня это решается. Наш батюшка, может быть, уже находится в Америке, где это будет решаться. Уменьшите ночной сон. Дневной труд прерывайте на молитву. Чтобы Бог дал тем, кто находится вверху, митрополиту Лавру, епископам, увидеть, что все в развалинах. Чтобы они мысленным взором обвели и увидели, куда они нас тянут. Там, где нет стен. Смотрите, чем отличаются священники. Чем они занимаются. Только одно главное качество – трусость и корысть. Корысть и трусость. Больше ничего нет. Народ не обучен. Не научен совсем. Стены не восстановлены. Какой бы снимок ни взял, самые толстые стоят священники. Какие же это стены? Стены должны ложиться из хороших камней. А если это обожженный, а если это не обожженный камень? Первый же дождь, глина потекла, и ничего нет. Что такое обожженное? Это скорби, страдания, нищета. И когда Павел говорит о своей крепости, он говорит. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 23 стих. Христовы служители. В безумии говорю я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах. Более в темницах и многократно при смерти. Да ты же позже всех пришел, Павел. Я больше всех потрудился. Вот раны, которые мне нанесли по 40 ударов. Без одного. Три раза. Вот меня побивали камнями. Кто может похвалиться, что этот горшок на сто раз обожгли? Вот эти стены сложены из такого кирпича, обожженного, испытанного. Они устоят. Нас ведут к тем стенам, которые в развалинах и необожженные. Никто не страдал. Ни одного священника нет сегодня такого. Они жируют. Но любое слово обличения, от них взрыв ненависти. Так какие же тогда жертвы правды и какое единство, когда стены восстановлены, а их восстанавливает Господь через верных рабов своих? Когда благоугодны будут жертвы правды, тогда вот эта жертва вечерняя, молитва и литургию услышит Господь. Притчи, 28 глава, 9 стих. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. И поэтому, может быть, там, где прихожане не любят слушать Слово Божие, не знают его, нарушают, все до одной литургии в России сегодня мерзость одна перед Богом. Макарий Александрийский видел, когда причащались те, которым освобождали дорогу, это люди-исповедники, он видел, что стоят черные эфиопы, и уголь дают этим исповедникам в рот. Где они брали этот уголь? Из ада достали, что ли? Вместо причастия уголь, а люди поздравляют с причастием. Один раз было показано это окончание литургии в одном храме. Быть может, на все времена. Почему? Потому что стен нет. Все вихри враждебные над нами. Все идеи, все мысли, кинофильмы, компьютерные игры. Все захватило нас. Священники, которые причащают, разве они не видят, что все в мерзости? Если вы сказали, что если женщина будет носить мужскую одежду, брюки, то в храм не заходить. Даже если она не в храм пришла в брюках, а носит их дома, то почти всех женщин храм не был бы для них доступен. Почему духовные вожди всегда молчат? Стараются друг друга перемолчать? Второзаконие, 22 глава, 5 стих. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Если она мерзавка дома, то и она и тут мерзавка. А не так, что если для храма переоделась, то тут же стояла святая. Если батюшки это сделают, они завтра с голоду умрут. Поэтому они идут на поводу у народа. А это заповеди Божии. Это есть как раз столбы. Это есть те самые тычинки, которыми ограду огораживают. Заповеди. Одна заповедь, вторая, третья, закон. И они огораживают. И где заповеди какой-то нет, там пролом делается. Там лисы проходят. Песня песней, 2 глава, 15 стих. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, А виноградники наши в цвете. Господь сегодня через апостола Павла, который пишет к новообращенным, Среди которых уже началось несогласие, уже свой экуменизм. Они тянут на обрезание. Другие на другое. Он говорит, единство возможно, но только во Христе. Единство необходимо. Без него невозможно ничего сделать. Как на виноградной залозе не могут расти то, что отдельно отломано будет. В союзе мира одно крещение. А слово крещение означает погружение. Погружения нигде нет. Одно крещение. Но ни одного нет крещения. Какое же единство будет, когда нигде крещения-то нет? В душе, все так говорят, я в церковь не хожу, попов не люблю, но в душе я верю. Главное, чтобы люди добро друг другу сделали. Не воровали, не убивали. Главное в душе. А Господь говорит так. Бытие 17 глава 14 стих. Не обрезанное же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей. В восьмой день истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Так ребенок же не виноват, что он не обрезан. И истребится? Брали и убивали его. Псалом 136 стих 9. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих оками. Это прообраз крещения, то есть некрещенных. Сегодня поистине некрещенная Русь. Опишут бессовестно, что в России идет второе крещение Руси. Абсолютно бессовестные и лживые попы. Патриарх некрещенный может быть. Я никак не могу узнать про его крещение. Может быть, епископы, за малым исключением, все некрещенные. Крещение – это полное погружение. Притом после уверования, принятия Христа в свое сердце, уверовать, принять Его как своего собственного спасителя и только затем принимать крещение. Почему? Когда читаем о святой Пелагее, епископ Нон говорит, что приходящих от блудной жизни, то есть из этого мира, не скоро крестить. Срок подготовки от трех до пяти лет. Сегодня трех минут даже нет. Все обман. Все в развалинах. Нас зовут к этому единству, от которого ничего нет. От кого этот призыв? А их два только призыва. С одной и с другой стороны. Слева и справа. Справа – в единстве Духа. Это духовное единение во Христе. Полная покорность Писанию Божию. Говорим о смирении. Перед кем? Так мирские люди говорят. Независимые газеты. Независимые от чего? Говорят – свободный курс. От чего свободный? Мы можем добавить. От совести свободный. Свободный от правды Божьей. Само слово еще не решает. Его нужно уточнить, проявить. Эти кирпичики шлифовать надо. И вот тогда благоугодны будут эти жертвы правды. И вот тогда мы узнаем, что наш ближний, о чем мы сегодня читали, то есть это вопль избранных сердцем. Мимо которых проходят священники. А чего? Ну, лежит и лежит. Сколько их лежит из раненых? А не твоя ли вина, что он пошел не во время? Почему он пошел один? Больше о продолжении притчи он нигде толкования не читал. А ведь он духовный пастырь. Он должен был позаботиться, чтобы ограбленный не шел. Куда он пошел? Не в Иерусалим, а в Иерихон. Иерусалим стоит на вершине. Город мира, священного мира. А Иерихон – это город проклятия в Низине. Это означает, что человек с духовной жизнью с высоты горней мысли пошел в Низину. И там его ждут бесы. И они раздели его. То есть внешнего вида нет. Одежда – это внешний вид. Безбородых причащают. Крашенные образы, превратившиеся в образины. В брюках – мерзкие женские тени. Священники безбородые, подстриженные, с оккультуренными бородками, клинышком, испаньолками, как мефистофели стоят. Они раздеты полностью. Как одеты женщины. Вот церковный. Венчание идет. Невеста почти уже матушка. За семинариста выходит. Из церковной мурзилки снимок. Стоит раздетая. Ее подружка чуть ли не в бюстгальтере. И раздели разбойники. А потом и изранили. Сначала раздели, то есть внешний вид содрали. Безбородые все стоят в галстуках. Это внешний наш вид. А Василий Великий говорит, у христиан все иное. Все, как повернулся, как сказал, как поприветствовал, у нас все иное. Наше соединение может быть в союзе мира с теми, кто примирен с Богом. А если стен нет, вот это и есть, что всюду еретики, всюду безбожники, все лезут к причастию. В этом участвуют вышестоящие. Кто же они такие, когда каноны говорят, что если молился с еретиком, то ты извержен. Если это священник, снимается сам с него. А что это означает? Это означает, ты вошел в общение с врагами. Вообразите, что в войну человек ходил бы и вместе проводил время с неприятелями. Пошли бы с немецкими генералами, поиграли в шахматы, ничего больше не делали. Тайны не выдавали. То что бы ему было за это? А сегодня православные и духовные лица молятся с еретиками вместе. Наши стены, заповеди, каноны, они нас оградили. Мы молимся, но вопрос стоит, а Бог нас слышит или нет? Когда доходите до Псалма 50-го, то всегда помните. До Сази ждутся стены Иерусалимские. Это говорится о Церкви Христовой. Не объявите крах, а не, во-первых, не Иерусалим, потому что мир с нечестивыми не может быть. А во-вторых, нет там священства. Это, конечно же, говорится о Церкви, как говорит Ефрем Сирин. До Сази ждутся, то есть стен, во время молитвы еще не было. А было это пожелание иметь стены. Он даже не говорит, что сохранятся стены, но Сази ждутся. Эта молитва на сегодняшний день, она дымится буквально. Господи, пошли нам истинных пастырей сегодня, которые проповедовали бы Евангелие, которые правильно бы крестили, чтобы у них горело все перед ними. Где нас ночью найдут сегодня? Где нас днем найдут? Как часто мы в единстве Духа знаем, о чем молиться. Друг у друга спрашиваем, звоним. Евангельское и апостольское чтение сегодня как бы настраивает нас на это, чтобы мы увидели этих израненных и сказали, а можем ли мы этих израненных уврачевать? А можем ли мы давать два динария? Два динария, как толкуют святые отцы, все одинаково, это Ветхие и Новые Заветы. У тебя есть Ветхие и Новые Заветы? Потрудись теперь распространить его, дать другим. А если сверх этого истратишь, это означает потрудишься в истолковании. А у нас есть толкование блаженного феофилакта. Это у нас говорится о гостинице. Гостиница — это церковь Христова. Ни еретическое сборище, ни экуменическая блудница, предтеча Антихристова. А это церковь в гостинице. Так толкуются все до единого святые отцы. Нас сегодня пытаются сломить. И чтобы мы остались без стен, поэтому о нашей стене помолимся. Но мы не одиноки. Поэтому беспокойство, которое вызывает в нас Дух Божий через Писание, пусть проникает в нас. И слыша здесь эти слова, мы их понесем дальше и будем говорить. Господи, единство — это когда одно хрещение, когда мы одинаково мыслим о вечности, о проповеди. И всюду спрашиваем сами себя к вечеру, что я сделал для того, чтобы это единство было. Не можешь сам пойти. Поддержи молитвой. Не можешь поддержать средствами. Не можешь куда-то поехать. Позвони, напиши. И когда видим, что эти стены нам не построят самим, то будем просить Господа. И они начнут созидаться милостью Божией. Сегодня, когда эти стены строят, то, видя молодежь семенитнарскую, я не раз обольщался очень часто в думах о них. Думаю, молодежь приходит, что будут настоящие стены, а их не допускают до служения, пока не изнасилуют. То есть их испортят сначала на 10 раз. В семинарии они делаются до конца совершенно негодными и только потом становятся пастырями своей утробы. И теперь он будущий священник. Он только первый день служит, но он точно такой же, каким был старый. У них пока полностью не расплится человек, его во священники не ставят. И выбирают не по преданности Богу, не в единстве Духа со Христом, а в единстве Духа с ними, с вышестоящими. Вот в чем дело там. Как у Берии он ставил на все посты по признаку преданности лично ему. Так это не только там. Это признак у патриарха, у президента. Это у всех. А мы должны смотреть иным взором. Друг ты мне или нет, это не имеет значения. Но друг ли ты Христу? И вот тогда созиждутся стены Иерусалимские. И тогда мы будем эти стены беречь. О стенах очень много говорится. О творах у стены, говорят, остаются. А от пожара ничего. Так вот, сжег пожар сребролюбия. Это корень зла. Пошли на сделку со властями. Клички КГБ взяли у священников, у патриарха, у всех есть. Это никакой не секрет сегодня. Стены, вот эти стены, которыми мы сейчас здесь огорожены, мы должны беречь всячески. Представьте, что мы сюда сегодня пришли на богослужение, и мы ничего не слышим из Библии. Как бы вы себя будете чувствовать? В храмах, в городе, повсюду, почти именно такая кладбищенская обстановка. И Господь, говоря о двери, в самом деле говорит о душе. Дверь-то, она же не одна состоит, стоит где-то в степи. Закрой дверь, потому что мы пришли сюда молиться. Евангелие от Матфея 6, глава 6 стих. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно, чтобы какое-то другое юридическое лживое учение к нам не проникло. Поэтому, как много надо знать, как много надо слушать Слово Божие, и тогда эти стены нам будут видны, и они попадут в сферу нашей заботы, влияния, чтобы мы их сохранили. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Благодарю, брат. Во славу Господу Иисуса Христа. Все, отходим. Если кишечник опять не справляется, то опять организм в кайфах начинает выхватить, как говорится, закладки делать. То есть, в какое-то место... Я вообще раздолго думал, как петь не топить. Вот. Десять градусов в этом углу. Лена позвонила сейчас, вот она со мной разговаривает. Сестра, вот еще. Да. И говорит, что вам надо солевые повязки делать. На коленках, чтобы это в материю, то есть пропитывать соляной раствор и прикладывать. Вот обыкновенная, да? Да, вода с солью. 100 грамм на литр. На литр? Да куда? Литр-то зачем? Нет, ну, можно меньше, просто пропорция такая. То есть, уменьшать, но в пропорции тогда меньше уже делается. Вот 10 процентов. Или прикладывать еще капусту, она говорит, можно. Капуста тоже... Капуста съели, все, нету. Нет, почему? У сестер-то есть капуста. Ну, а тут бы я знал, у сестер. Я вам говорил об этом. А зачем она нужна, все, все, стран-то? Ну, как они? Они супы готовят, как зачем? Ну, пускай готовят. Нет, они поделятся. Она говорит, есть. Любовь Николаевна, капуста у нее есть. То есть, можно капусты, листы на ночь прикладывать, а днем... Ну, так прикладывать, коленкам? Коленку и к ступне, где у вас опухшие. Я вот сейчас сделал, смотри. Ну, соль это самая дешевая, самая, как бы, самая-самая. То есть, вообще не требует ничего. Ни денег, ни усилий никаких намотал. Ну, только главное, тепло и обездвижить. Он говорит, самое главное в этот момент, когда приложили соль, соляной раствор, чтобы не было обездвижить ногу эту. И тепло, чтобы было этой ноге. Так 30 градусов в избе сейчас. Ну, вы-то ходите по голому. Ну, еще я дохожу, я с кровати выключусь. Когда этот... замотано будет, тогда хотя бы тепло, чтобы было. Хотя бы, когда у вас будет замотано, чтобы нога в тепле находилась. Не знаю. А почему Виктор Андреевич ей говорит это? Почему, говорит, Виктор Андреевич это не говорит? Виктор Андреевич говорит, надо обследоваться. Я с ним разговаривала. Она говорит, она с ним разговаривала, он сказал, что надо сперва обследоваться, Виктор Андреевич. Ну, вот, значит, пока ничего не делать. Ну, вот, я говорю, соль, соль, она не повредит. Она говорит, соль не повредит. На час, на один час. На один час всего прикладываться. Соль, она говорит, не повредит. Это Лена говорит. это надо тряпки обмочить ее потом придерживаюсь только что вода была теплая не ниже 40 градусов в избе в избе сегодня 30 градусов дышать нечем в любом случае если соприкасается нога с полом нога остывает стул привязал и ноги поднял на стул в кровати отлично отлично это замечательно ну вот видишь хоть маленько записываю все я еще ноги подниму ладно ладно сестра все все понятно все счастье фотографии что легче выбросить дешевле давай да все поняли все сейчас пришлем те фотографии голода у меня сдохнут от этой жары их надо унести сейчас туда на улицах все так стул то я привязал чтобы не упал он привязали стул то ну давай пока это найди там какие старые тряпки или у сестер спросить там рубахи негодно еще привязывайте раствор то в чем и вот этот раствор но и сделает аваза вместо килограмма то 100 грамм примера тоже много сколько соли надо будет а капусту то есть и исходи отбери у них и и а мне накладывать это надо на одну ногу только ты ушел здесь а здесь 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 вот такая а счет такое тряпка я думаю пойдет но пойдет так надо найти ненужные тряпки там рукава рукав оторванный какой-нибудь о Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...